А ничего, что у него сейчас, что он за дневном стационаре, что у него сотрясение мозга? Ничего, нормально, да? То есть вы считаете, что это все нормально? Против него вынесено постановление о присуждении ему бессрочного принудительного лечения. Вынес этот судья мировой Кандауру. Под окнами сейчас дежурит какая-то машина. Я предполагаю, что это именно сотрудники его МВД. Возможен штурм? Конечно, возможно. В нашей стране все возможно. Поэтому этот портал для них стал страшнее, что ли, чего бы то ни было. Они от него шарахнутся, как черт от Ладана. Поэтому, конечно же, ни с кем и договориться не стал. Ни одного человека на планете Земля не было сфабриковано 24 уголовных дела, я единственный. Из этих уголовных дел большая часть рассыпалась. Два таких из заместителя, один завел, другой Воронцов. А для того, чтобы не доказывать в суде, что это я, они просто объявляют человека сумасшедшим и сажают его, так сказать, на неопределенный срок. В психиатрическую клинику, чтобы потом заколоть его там различными психотропными веществами. Ну, попросту говоря, убить. Ну, а потом, когда я начал уже уходить с этого парка, у меня напали сотрудники полиции. Просто начали крутить руки и избивать. Начали запихивать мне в машину, таксу, били по ногам до крови. Я получил терепно-мозговую травму, ноги были избиты. Да, им так удобно. С позволения сказать эксперт. Он делает вывод, что это в статью написал шумами. Горные товарищи, что такое, терепический термин, что ли, или как? Он удалялся хоть раз в совещательную комнату? Конечно, нет. Я никогда такого не видел. С чего они это все взяли? Из хорошо обслюнявленного пальца. У нас заочная экспертиза может проводиться только в отношении трупа. Ну, судя по их логике, вот я сейчас, я не знаю, где я. Я что, в мир мертвых, что ли, попал? И вот с трупом общаешься? Без обоснования какого-либо причины. Просто нет и все. Потому что нам так хочется. Прямой интерес в том, чтобы вынести, заставить Кандаурова вынести заведомо неправосудное решение. Это сговор. Всем привет. Ведем видеозапись с Владимиром Юрьевичем Шуманином, главный редактор СМИ Камчатский регион. Он сейчас находится в Петропавловском, Камчатском. И против него вынесено постановление о присуждении ему бессрочного принудительного лечения. Противозаконное постановление, я считаю, потому что, во-первых, не соблюден срок. То есть, по закону о психиатрии суд обязан назначить конкретный определенный срок. Это самое первое нарушение, которое явно выражено в постановлении. То есть, срок назначения принудительного лечения не определен. Владимир Юрьевич, представьтесь, пожалуйста, назовите, пожалуйста, все свои регалии. То есть, вот у вас, вы главный редактор СМИ Камчатский регион. Я знаю, вы являетесь председателем общины. Озвучьте это все, пожалуйста. Для начала я председатель русской общины Камчатки с 1990-1999 года. Во-вторых, я руковожу профсоюзом военнослужащих России и Камчатском региональном отделении. Я офицер САПАЗа. И вот правильно, Антон, ты назвал о том, что я главный редактор информационного канала Камчатский регион. Почему именно канала? Потому что одним из эффективных способов борьбы с этим безобразием, которое у нас творится во власти по отношению к народу, является все-таки возможность освещения всех этих недостатков государственной власти в средствах массовой информации, как способ избавления от этих недостатков. Ну, естественно, чиновники от власти, которые понимают, что СМИ представляет опасность для них, они пытались и пытаются по сей день всячески мою работу осложнить. И для этого они стесняются ни в средствах, ни способах, прибегая к обыкновенному, вернее даже не обыкновенному, так сказать, нарушению закона и злословию, клеветитов, да что угодно. Творят лишь бы только Шуманин не мешал им грабить страну и унижать людей. Вы сейчас дома находитесь, да? Да. Получается, вот сегодня вынесено постановление, есть 10 суток на его обжалование, и там, я читал, в постановлении написано конкретно, что помощь в оказании в доставлении вас в психиатрическую больницу возложена на ОМВД Камчатского региона, да? И получается, вот вы говорили, у вас под окнами сейчас дежурит какая-то машина, я предполагаю, что это именно сотрудники ОМВД, которые хотят вас доставить. Да, они к этому стремятся. Ну, получается, в течение 10 дней, я думаю, они будут торопиться, возможен штурм, я правильно понимаю? Конечно, возможно. В нашей стране все возможно. А возможно, что... Ну, если все возможно, то скоро ждем вас в качестве президента нашей страны. Возможно и такое. Владимир, расскажи, пожалуйста, вот раньше мы беседовали, и я, насколько помню, было 24 уголовных дела, и это в том числе, да? И у них, получается, все разваливалось, суды идут до сих пор, и вот, получается, они докопались именно до позорного столба Камчатки, потому что там размещена статья о том, ну вот расскажи про эту статью и до чего они докопались, что за клевета там? Ну, для начала я скажу, что позорный столб Камчатки – это то изобретение, которое позволило вывести журналистику на куда более высокий социальный уровень и полезности общества. Дело в том, что проект, который ведут мои коллеги, вот, уже несколько лет ведут на Камчатке, вот, он заключается в том, что какой-либо чиновник, который себя запятнал безобразиями и, скажем, коррупционными какими-то действиями, вот, он попадает на этот самый позорный столб, этот портал, вот, и о нем публикуется статья, в который, скажем, развивается не только то событие, из-за которого он попал, но вся его предыдущая биография. Таким образом, скажем, этому человеку, с позволения сказать, человеку, станет уже невозможно находиться на этой должности, которую он замещает, а если это выбранное должностное лицо, то перспектива избрания на новый срок сводится где-то вот ноль в пределах погрешности. Поэтому этот портал для них стал, ну, это страшнее, там, что ли, чего бы то ни было, вот, они от него шарахаются, как черт от Ладана, вот, ну, и понятно, что пытаются всячески помешать мне, как человеку, который был автором идеи создания этого позорного столба Камчатки, вот, они решили оказать на меня давление, чтобы я, соответственно, договорился с журналистами, они поубирали эти статьи, которые они, эти журналисты, разместили на этом позорном столбе. Но я не тот человек, который поддается давлению, это практически невозможно, поэтому, конечно же, ни с кем и договориться не стал. Вот, и вот эти 24 уголовных дела, которые у меня возбудили за все время существование, кстати, обращаю внимание, это рекорд по планете Земля, ни на одного человека на планете Земле не было сфабриковано 24 уголовных дела, я единственный. Но вот за момента существования позорного столба Камчатки, это на меня было возбуждено 14 уголовных дел. Но поскольку я еще, кроме того, что журналист, еще юрист, и говорят, хороший юрист, то, скажем, победить меня каким-то образом непросто. Вот, и из этих уголовных дел большая часть рассыпалась. Рассыпалась таким, так сказать, треском и грохотом, что там в пору самих полицейских сажать в тюрьму за фальсификацию уголовных дел и препятствия журналистской деятельности. Понимая это, они пошли уже на крайнюю меру, то есть они сами же эти полицейские, то есть в лице замначальника управления внутренних дел, там два таких заместителя, один завел, другой Воронцов, они же написали на меня, так сказать, сообщение о преступлении, сами себе обращу внимание, проверку по их заявлениям проводили их подчиненные. И потом они, значит, возбудили уголовные дела по тем публикациям, которые в них отношения были на этом самом позорном столбе, об их художествах по прежнему месту службы в Коме СССР и уже по новым их преступлениям, совершенным уже на Камчатке. Понятно, девушек к этим публикациям не имеют никакого отношения, но все-таки они, значит, понимая, что что-то надо делать с этим, они почему-то приписали это мне, так сказать, без каких-либо на то доказательств. А для того, чтобы не доказывать в суде, что это я, они вот этот вот ноу-хау, так сказать, карательной психиатрии Российской Федерации, то есть когда человека объявляют через заочную экспертизу, которую он вообще не проходит, просто вот собирают какую-то грязь там отовсюду, называют это заочной психологой психиатрической экспертизой, а потом дело уже не рассматривается, и защите не представляется возможность как-то защищать свои интересы. Обвинение не доказано, не обязан доказывать вину. Они просто объявляют человека сумасшедшим и сажают его, так сказать, на неопределенный срок в психиатрическую клинику, чтобы потом заколоть его там различными психотропными веществами, ну, просто говоря, убить. Ну вот в этом отношении они сегодня премного преуспели. Вынес этот судья Мировой Кандауров, вот я думаю, что это сегодняшнее его, значит, постановление будет основанием для вынесения в отношении него уже народным судом, когда этот бардак в стране закончится, уже серьезного, так сказать, приговора, возможно, смертного приговора. Но, однако, он сегодня это преступление совершил. Мировой судья Кандауров. Поэтому с чем я его и поздравляю в кавычках. Я думаю, что он глубоко будет разочарован в собственном поведении сегодняшнего дня. Владимир, подскажи, ты сейчас находишься на больничном в связи с чем? Дело в том, что 9 мая этого года, несколько дней назад, сегодня у нас на дворе 19-е, я пришел, достойный потомок своего рода Шуманиных, на площадь Победы в Петропавловск-Камчатске, в Парк Победы, возложить цветы к монументу воинов наших, прадедов, дедов, погибших в Великой Отечественной войне. У меня на войне дедушка мой погиб, Иван Константинович Шуманин, погиб в 43-м году, защищая Родину. И поэтому я не мог не возложить цветы к монументу, упавшим героям Великой Отечественной войны. Я туда прибыл. Со мной прибыли многие десятки, сотни людей города Петропавловск-Камчатского, жители. Мы возложили цветы, потом народ пел песни военных лет. Ну а потом, когда я начал уже уходить с этого парка, на меня напали сотрудники полиции. Просто начали крутить руки и сбивать. Очевидно, желая спровоцировать на какие-то противоправные действия. Начали запихивать меня в машину, так сказать, били по ногам до крови. А когда все-таки я упал, их там было 6 человек, меня отбили, значит, сами люди, вмешались в этот инцидент. Немножко там призвали к порядку этих самых полицаев. Хотя там никто не понимал, что это полица, они по гражданке все были. Потом выяснили, что они полицаи. Ну и естественно, я получил черепно-мозговую травму. Ноги были избиты. Вот сейчас я на больничном. У меня врач мой лечащий, значит, вчера, значит, она заключение врача-то, кстати, сдала о том, что я не могу передвигаться, я не могу быть в суде, мне противопоказано какое-либо движение, я лежачий больной. И вот это в течение 30 суток справка соответствующая есть. Вы эту справку предоставляли сегодня в суде? Я не был, но мой, значит, адвокат и мой законный представитель супруга, моя Надежда Викторовна, она представила эту справку. Но этот самый Никнощи помянутый Кандауров почему-то начал махать руками и говорит, что он ничего при уже, пока ему принимать уже ничего не хочет. Не хочет эту справку брать, там что-то еще хотел, он ее видел, ему, мы ее положили на стол. Но в то же время он в постановлении пишет, что я имею всякую возможность прибыть в суд и давать показания. Кандауров-то разобыл. Кандауров, я к тебе говорю, ты вообще в курсе, что у тебя в материалах дела есть справка, что я инвалид второй группы, и что у меня ноги больны, что я вообще ходить не могу, ты вообще знаешь, что я передвигаться могу только инвалидные коляски. И с большим-большим трудом, с помощью костылей, без этой самой коляски. Ты каким местом в своем организме думал, когда выносил в постановлении слова о том, что я могу явиться в суд и давать показания. У тебя с головой все в порядке. Смотри, получается они полностью проигнорировали, что ты не можешь присутствовать на суде и рассмотрели дело в твоем отсутствии. Да, им так удобнее. Потому что, представляете, вот как я с вами разговариваю, а по их точке зрения я не могу связанно вести речь. Я не обладаю никаким логическим мышлением. Я вообще, так сказать, ну скажем так, человек абсолютно неадекватный. Ну я там зачитался в этом постановлении, чуть ли не на две страницы они расписали. Я даже таких слов не знаю. Я там каждое слово загуглил и смотрел, что это значит. Какая-то гетероактивная агрессия какая-то. Это что, к противоположному полу именно? Я не знаю, к какому полу они там агрессивны. Такое ощущение, что они там сами разобрались в своей ориентации. Ну в общем, суть обвинения, я так понял, в том, что якобы ты являешься автором всех статей, которые расположены на этом позорном столбе Камчатки. И они именно пытались доказать, что именно ты автор всех этих статей. Хотя, я так понял, нашелся человек, который заявил, что именно он это написал. И он выступал в суде в качестве свидетеля. Я правильно понимаю? Ну не совсем так. Дело в том, что когда проводилась авторовическая экспертиза, взяли три статьи с сайта Русской общины Камчатки. И, значит, сказали, сравнили их авторство этих трех статей с авторством тех публикаций, которые были на позорном столбе Камчатки. Причем одной из двух публикаций, понимаете, которые у меня инкриминировались. И экспертиза показала, что эти три статьи, которые на сайте Русской общины Камчатки, и одна из двух статей, которая на сайте позорный столб Камчатки, она написана одним и тем же лицом. И почему-то сразу после этого этот эксперт, с позволения сказать эксперт, делает вывод, что это статью написал Шуманин. Но, во-первых, надо, наверное, все-таки немножко с логикой дружить. Если ты не знаешь точно авторство трех предыдущих статей, с которыми ты сравнишь, как ты можешь говорить, что это Шуманин написал? И второе, так сказать, ну, а почему идет разговор сразу о двух публикациях на позорном столбе, если сравнивалась только одна? Но это сейчас не самое важное. Важно другое, что вышел и читал Карп Часмаев, свидетель по делу, заместитель главного редактора информационного агентства Камчатской регионе и сказал, вы знаете, друзья мои, а вот эти три статьи на сайте Русской общины Камчатки, с которыми сравнивались вот те статьи, которые у меня инкриминируются, писал я, а не Шуманин. Самое интересное, что это правда, он действительно писал эти статьи. Нет, вопрос в другом. Он выступал в суде под подпиской задачи ложных показаний, правильно? Да. То есть суд должен был его привлечь к уголовной ответственности за задачу ложных показаний. Но он этого не сделал. Значит, он говорил правду. Но при этом суд в своем постановлении пишет, что якобы он там проявил какое-то ложное товарищество в твоем отношении. То есть такой ложный товарищ оказался. И при этом подписка задачи ложных показаний вообще никак не учитывалось. То есть по сути он сказал правду, но суд это полностью проигнорировал. Он все равно посчитал почему-то, что это ты им написал. Ну, чем захотелось им так посчитать? Понимаете, надо под готовый результат подтянуть все обстоятельства и факты. А когда факты прямо противоположны тому, что нужно суду, то выдумываются новые какие-то терминологические тирады. Понимаете? Ложное товарищество. Что такое? Теоретический термин, что ли, или как? Надо Кандауру, наверное, напомнить, что у тебя как слово образование – это признак сумасшествия. Не надо и придумывать ничего. Если ты заработаешь, значит, на закон и в интересах к закону, то нельзя, так сказать, что-то придумывать свое какое-то, что законам не предусмотрено. Но у нас, однако, вот видите, когда очень хочется, как классик еврейской литературы говорил, Шелом Алейхим, да? Если нельзя, но очень хочется, то можно. Но, видимо, Кандауру посчитал так же, как Шелом Алейхим. А вы сколько всего Хадатайс подавали в ходе судебного заседания? Сегодня 8. 8. И подавали в письменном виде, правильно? Да, все 8. И в прошлом судебном заседании было штук 7. Вы их как подавали? Прямо судья на стол ложились этих Хадатайс в письменном виде? Письменное определение по каждому из этих Хадатайс? Он удалялся хоть раз в совещательную комнату? Конечно, нет. Ему дается, ему на стол кладется заявление об отводе судей. Реакция Кандаурова. Вы мне заявляли об отвод в прошлый раз, поэтому в этот раз я его осматривать не буду. И продолжает судебное свидание. То есть он его даже не читал? Нет, он его прочел, точнее его зачитал адвокат Олег Вадимович Самоделкин, зачитывает, но он заявляет об отвод. Вперед подходит, кладет это самое заявление об отводе на стол судьи. И то вы его в прошлый раз заявляли, его рассматривать не буду. То есть он даже не сказал фразу, что по тем же мотивам, там же другие мотивы были, правильно? Да мотивы были всякий раз разные. Дело даже не в этом. Какие бы там ни были мотивы, при заявлении Хадатайс об отводе судья должен доиться совмещательной и вынести мотивированное определение по поводу этого заявленного отвода. Ведь ничего же не было вынесено. Ни одного раза. Это получается очередное нарушение права на защиту? Да там вообще можно сказать, что это нарушение права на здравый смысл. А что, какие Хадатайства вы заявляли? Да там было много Хадатайцев. Например, хотя бы ознакомиться мне с материалами дела. Я с ним до сих пор не ознакомлюсь. Хадатайство об отложении, потому что я болен. У меня болят ноги, у меня, так сказать, черепно-мозговая травма полицейские меня избили. Причем те же полицейские, которыми командуют потерпевшие по делу Воронцов и Завьялов. Может быть какая-то связь в этом есть? Может быть они, так сказать, как-то уговорили Кандаурова, что давайте, поскольку мы потерпевшие, и нам надо, чтобы как-то это все замять, и поэтому не будем примять внимание, что мы дали команду своим подчиненным, чтобы они избили Шуманина, чтобы он не мог пойти на суд. И защищать свои интересы в этом самом уголовном процессе. И плюс ты еще на больничном находишься. Да, конечно же. Понимаете, то есть их таких... Потом я требую, давайте допросим судебных экспертов, которые делали заочную экспертизу, потому что экспертиза полная чушь. Ну давайте их пригласим, и пускай они объяснят, как они эту экспертизу делали на основании каких документов. А ты поподробнее расскажи про эту заочную экспертизу, я так понял, это самое главное доказательство твоей якобы невменяемости, и заочная экспертиза, я так понял, делается без твоего присутствия. То есть они тебя вживую не видели, и составили какой-то документ на основании чего, они твои видео посмотрели, или они по телефону, чтобы вы пообщались, на основании чего они решили. Вот там на две страницы расписаны, такие диагнозы, я никогда такого не видел. С чего они это вообще взяли? Из хорошо обслюнявленного пальца высосали. Чьего? Я уже не знаю, чей палец палец они в этом плане использовали, свой или, так сказать, своего товарища по работе. То есть они вживую тебя, эти эксперты, не видели ни разу? Нет. Более того, я могу сказать, что в соответствии с законом о психиатрической помощи у нас заочная экспертиза может проводиться только в отношении трупа или человека, который не признаёт признаков какой-либо реакции на внешнее окружение. Например, находится в коме, находится, например. Так я что, сейчас с трупом разговариваю, что ли? Ой, вряд ли. Ну, судя по их логике, вот я сейчас, я не знаю, где я. Я что, в мир мёртвых, что ли, попал? И вот с трупом общаюсь? Вот как они эту экспертизу провели? Я вообще не понимаю. А как они провели? Они, значит, им следователь, такой из чудо природы по фамилии Романова в Следственном комитете, нашего краевого Камчатского края, то есть комитете, набрали всякую всячину, скажем, со стороны. Ну, например, вот, я как-то рассказываю, как ко мне приходила такая псевдоврач Приходченко, которая потом меня клеветала, в том, что я её избил. А когда ей предъявили видеокадры, что ей никто пальцы к ней не прикасался, даже слова грубого ей не сказали у меня дома, она просто не знала, что я видел видеозапись и на личной площадке, и перед подъездом в доме, и в коридоре своего, так сказать, своей квартиры, и в зале, где она проводила, значит, осмотр. Она вынуждена была забыть о том, что, оказывается, я её избил, поэтому дело было уголовное в отношении у меня прекращено. Вот, я даже умудрился, так сказать, получить компенсацию от государства 30 тысяч, ничтожную малую сумму за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Ну, в этой экспертизе, эти самые, с позволения сказать, эксперты, основываются на показаниях Приходченко. То есть, ложь на лжи и смазана всю ложью. Ложь полная. Или, например, такое есть чудо природы по фамилии Кабанов, да? Человек, который на меня бросился слабатый, это было несколько лет назад, ну, алкоголик конченый. Вот. Потом, значит, возбудили на него уголовное дело, там, потом, значит, ну, пытался меня убить, не получилось у него это дело. Вот. С него берут показания, он говорит, что я социально опасный тип, и я бросаюсь на людей. У меня уже судебное решение на руках о взыскании с государства, значит, компенсация за то, что уголовное дело в отношении Кабанова, где я, потерпевший, не было расследовано надлежащим образом и прекращено за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. То есть, у меня есть второе решение суда, где я уже с Кабанова моральный вред взыскал, у меня этого решения на руках. А в материалах экспертизы написано, что вот свидетель Кабанов подтверждает, что социально опасный тип. Представляете? То же самое у жены Кабанова, вот такая же алкоголичка. У меня решение суда на руках. Такое взыскание с Кабанова и морального вреда, что она камера нам побила в пьяном виде, шлабры там, била там, разбила камеру в подъезде, видеонаблюдение. Понимаете? Да, в постановлении это все одной фразой отображено, что мнение соседей о тебе посредственное. От тех соседей, которые я попросил, которые дали официальные письменные показания следователю, причины к материалам дела, я прошу, допросите их, пожалуйста. Суд отказывает в допросе соседей без обоснования какого-либо причины. Просто нет и все. Потому что нам так хочется. Предвзятое отношение? Да это просто нет. Я считаю, что Кандауров совершил уголовное преступление. Вынесение заведомо неправосудного судебного. Вот по этому поводу я предлагаю сейчас после эфира составить заявление о совершенном преступлении в порядке УПК 144-141. И именно по этой уголовной статье 305 УК РФ. То есть вынесение заведомо неправосудного решения судьей. Я могу немножко Кандаурова оправдать. Могу чем сказать? Что он действовал, скажем, под давлением своего руководителя, представителя Камчатского краевого суда Волгина. Именно Волгин, являясь представителем краевого суда, его подчиненный в коллекционной коллегии судьи. У Кандаурова очень плохие показатели по его работе. Поэтому именно этому судье передали мировушке, передали это дело. Если бы он не рассмотрел, как с него требуют, его просто бы убрали уже осень этого года, не продлили ему срок полномочия мирового судьи. То есть ему пообещали не пряник, а сказали, мы применим к тебе кнут. Правильно? Да. Там был кнут. Более того, от рассмотрения этого дела зависит другого дела, которое у меня сфабриковали в Владивостоке, где Волгин является потерпевшим. И тоже о принудительном помещении психоэнергический диспансер. Там другие дела ранее нафабрикованные. В отношении 8 судей, 8 судей, которые с позорного столба, они дружно рисовали мне, так сказать, в сентябре 2016 года, заявление про лечение к углу на ответственности. Выяснилось, что вообще никаких доказательств. И когда дело передали в Владивостокский суд, потому что не может быть потерпевший, кстати, суда в одном лице, в одном регионе. Такого не бывает. Тамошняя судья, она отказалась от дела рассматривать. Она им ясно дала понять, что она не хочет быть, так сказать, исполнителем воли своих коллег из Камчатского региона, которым очень хотелось. И от этого суда очень зависело рассмотрение Владивостокского дела, где Волгин потерпевшим. Поэтому надо было, что бы это ни стало, а, кстати, дело в Владивостоке назначено на пятницу, на 22 мая. Надо было, что бы это ни стало до 22 мая, именно чтобы родилось вот это вот заведомо незаконное постановление, на основании которого потом могла бы уже и Владивостокская судья что-то там такое придумать, понимаете? Или прекратить производство по делу. Почему? Потому что уже Камчатский мировой суд уже что-то на эту тему Шуманина высказался. То есть прямой интерес в том, чтобы вынести, заставить Кандаурова вынести заведомо неправосудное решение. Это сговор. Так что сообщение преступлений будет не только в отношении Кандаурова, но и в отношении Волгина. Я считаю, что они находятся в сговоре. Это мое глубокое убеждение, подтвержденное десятками доказательств. Ну, у меня теперь просьба тогда составить это заявление как можно быстрее, чтобы я его смог уже к видео прикрепить, и чтобы, ну, у меня есть инструкции, как это все отправлять удаленно. То есть каждый, потратив буквально 10-20 минут своего времени, может помочь тебе, отправив данные заявления во все инстанции надзорные. Ну, постараюсь к утру сделать. Добро, смотри, по поводу экспертизы, то, что они произвели заочную, я знаю, что ты, как контраргумент, сделал свои очные экспертизы, и причем несколько. Расскажи об этом. Да, когда еще в 19-м году я был в Москве и Санкт-Петербурге, я сделал три заключения врача-психиатра, по которым я абсолютно психически здоровый человек. Очень? Ну, это очные, конечно. Ну, и, в общем-то, я представил это следствию, на следствие не произвел никакого впечатления. Тогда уже, значит, вот в марте 2020 года я прошел очную психолого-психиатрическое исследование в Московском центре судебных экспертиз. То есть, у меня и психолог, и психиатр там тестировали не один час, там на кучу вопросов ответил. Заключение этой, значит, это когда-то психолого-психиатрическое заключение таково, что я абсолютно психически здоров. Абсолютно. Вот. Ну, я могу вам сказать, как правильность этого заключения, еще один аргумент. Вы много видели людей, которые вот не двинулись умом, так сказать, вот пережив все то, что пережил я? А у меня в этом плане, так сказать, ни один волос не посидел. Почему? Потому что психологическая устойчивость у меня очень высокая. Вот. И вера, так сказать, в Бога, вера в людей очень высокая. Поэтому мне эти все, скажем, нелюди, которые отравляют нам жизнь, они для меня не являются чем-то таким, на что можно, скажем, серьезно, значит, предаваться какому-то отчаянию из-за чего. Конечно же, нет. Надо просто работать с этим и пытаться этих людей как-то призвать к порядку, вот, не доводя дело до гражданской войны. И получается, суд, все эти экспертизы твои очные, которые в твоем присутствии были произведены, суд вообще даже не рассматривал? Нет, он их приобщил к делу. А когда, значит, дошло дело до вынесения вот этого обжалованного мною постановления, вот этого постановления, понимаете, он сказал, что вообще-то это не заключение экспертизы, которая делалась по постановлению следствия. Поскольку это сделал Шуманин сам по своей инициативе, то заочное заключение намного более существенно. А этому он относится критически. На каком основании критически? То есть у них даже сомнения не возникло в заочной экспертизе? Я просто, у меня в голове не укладывается. Одна заочная экспертиза, то есть тебя никто не видел, с тобой никто не разговаривал, которая тебя, ну, якобы признает недееспособным. И три очные экспертизы, где с тобой разговаривали, с тобой беседовали, тебя полностью, ну, там, проверяли, как-то тестировали, видели твое психическое состояние. И они говорят, что ты дееспособный. И вот три к одному, и судья, судьи все равно не возникло никаких сомнений. И более того, увидев это все, он даже не назначил новую экспертизу. Не потребовал. Вот с точки зрения закона в этой ситуации, Кандауров должен был назначить именно новую очную психолого-психиатрическую экспертизу своим постановлением. И, естественно, уже ее поручить, ну, никак не камчатскому психонерологическому спонсору, потому что он уже выскался в заочной экспертизе, а где-то за пределами Камчатского края. Вот это где-то за пределами, или вот с тем основанием, почему эта экспертиза не была назначена. Потому что с учетом того, что уже имелось в экспертизах, представленных мной, никакого иного вывода эксперта, кроме того, что человек абсолютно психически здоров, и обладает хорошим интеллектом и большими знаниями, так сказать, в разных областях, он бы этого не сделал. Поэтому они отлично понимают, так сказать, они, я говорю, это, значит, Волгин, который командовал Кандауров, ну и сам Кандауров, который выполнял преступные приказы Волгина. Они, значит, соответственно, понимая все это, решили сделать по произволу. Все, что для людей, делайте, пусть и вам будет. От души желаю. Кстати, вас тоже, Кандауров. А ничего, что у него сейчас, что он за дневном стационаре, что у него сотрясение мозга. Ничего, нормально, да? То есть вы считаете, что это все нормально? Порядок для населения, я думаю, на вашей территории. Хорошо. Я президенту уже написала об этом. Иначе как, иначе по-другому все это понимать. Что, значит, экспертиза, с учетом всего того, что мы сейчас проговорили, все-таки этим мировушкой не было назначено. Другого объяснения не хожу. Кроме как сговор с целью унесения заведомо неправосудного судебного акта. Ну да, это вписывается в теорию. То есть, получается, у них в Камчатском регионе все схвачено, и они опасаются назначать экспертизу за пределами Камчатского, потому что там они не имеют рычагов влияния. Да. Ну, либо имеют, но им это, я так понимаю, накладно и неудобно. Ну, как показал, от рассмотрения другого уголовного дела, который передали в Ленинский районный суд и у Востока не имеют. Потому что да, и могут как-то посодействовать. Но выносить заведомо неправосудное постановление суда никто в Владивостоке не стал. Ну, понятно, никто не хочет брать на себя лишнюю ответственность. Ради каких-то малознакомых людей, пускай даже они там коллеги по судейскому цеху, да, так сказать, но брать на себя уголовное преступление, тем более в отношении журналиста, это может дорого стоить. Поэтому никто за это дело не подписался. А расскажи, пожалуйста, там присутствовал какой-то защитник, якобы законный твой представитель. Кто он такой вообще и кто его уполномочил? А это просто тупое нарушение закона. Дело в том, что да, значит, есть там, была представитель САБЕСа, но социальной защиты, якобы моего законного представителя. Но законным представителем, работник САБЕСа, может быть только в том случае, если нету близких родственников. Там отец, мать, брат, сестра, муж, жена, сын, дочь. Вот таких вот близких родственников, которые семейным кодексом определены. У меня два близких родственника. И плюс адвокат, да? И плюс адвокат, да. То есть у меня супруга присутствовала, присутствовала в суде. И просилась моя дочь, которая находится в Санкт-Петербурге, чтобы тоже, так сказать, причаствовать в этом деле. Так вот, по поводу дочери, дочери, они вообще ей отказали, в том, чтобы она была моим законным представителем. То есть просто нагло нарушили закон. Супругу, мою надежду, пытались опросить как свидетеля, для того, чтобы она не была законным представителем. Но когда этого не получилось, они вынуждены были допустить в суде Надежду Викторовну Шуманину в качестве законного представителя. Но почему-то это тоже, значит, представляло мои интересы именно от собеса. Несмотря на то, что я заявил ей отвод, я не доверяю этому человеку. И во-вторых, закон не позволяет ей участвовать в деле в том случае, если у меня есть свой законный представитель, мой близкий родственник. Нет, ее в суд не отвел. Просто ей нужен был человек, который в случае даже если мы не придем на суд, например, по какой-то причине, или, например, надо потихо где-то провести какой-то, значит, чтобы она совсем соглашалась. Поэтому там о законе на этом судебном рассмотрении вообще близко ничего не лежало. То есть, подожди, подожди. Получается, пригласили совершенно постороннего человека, у которого нету законных оснований представлять твои интересы. Ты ей доверенность какую-нибудь выписывал, полномачивал вообще хоть как-то вот эту вот женщину, социального работника? Если бы я ей выписал доверенность, то сегодняшнее постановление в отношении меня было бы правильным. То есть, такого документа нету? Ты ее вообще никак не выполномачивал? Все после того, ни другого. Вообще ничего нету? Вообще ничего. Были мои три или четыре, не помню сколько, моих заявленных отвода этому законному представителю, письменных отвода. Прошу этого человека прекратить его полномочия моего законного представителя и немедленно удалить из зала судебного заседания. Ну и что сделал Кандауров? Да ничего, все нормально, все. Нет, ходатайство не подлежит удовлетворению. Какое это ходатайство? Это не ходатайство. Это отвод, это заявление об отводе. Я не должен ходатайствовать о постороннем человеке. И это мое право. Чтобы никого из людей, которые были посторонние для меня, не участвовал в качестве представителя судебного заседания. Мало того, что они провели заседание в твоем отсутствии, так они еще пригласили постороннего человека. Да это вообще цирк какой-то. Ну потому что она управляемая, потому что этот человек был очень им нужен, чтобы она так садькивал и соглашалась со всем тем безобразием, которое творилось в судебном заседании. Все достаточно просто. Так, по поводу свидетелей еще. Я так понял, из постановления там выступало порядка 80 свидетелей в твою защиту, которые подтвердили, что ты адекватный, ведешь правозащитную деятельность, вполне дееспособный. Ну в общем, в твою защиту. Они прямо в ходе судебного заседания опрашивались как свидетели? И судья вообще их проигнорировал. Да о них ничего, понимаете. Вот мне просто поражает его аргументация. Данные свидетели в пользу Шуманина дают свои показания, что он абсолютно психически здоровый, так сказать, разумный, дееспособный, ну и все такое прочее человек. А он говорит, они не психологи и не психиатры, и поэтому не могут корректиризовать Шуманина. Вот одна заочная экспертиза, она весит больше, чем, значит, все свидетельские показания, которые были даны в судебном процессе. Слушай, ну я вообще в шоке. Получается, вот эти все свидетели, которые выступали в твою защиту, все корреспонденты, которые у тебя работают в СМИ по твоим началам, в том числе и я, все участники русской общины, на Камчатке, это все вот, получается, они все действовали под предводительством неадекватного, недееспособного человека. Это же как так вообще? Это чушь вообще? Ну, Кузьма, прудков. Если на клетке льва написано «СМОН», не верь глазам своим. Ну, могу это опровергнуть только тем, что вот у меня есть заключение суда, ну, решение суда о признании меня дееспособным, то есть, решение окружного суда, коллегиальное, то есть, три судьи, это, меня же тоже тут пытались психом признать, и коллегиальное решение суда опровергло все доводы и сказали, что нет, ваши доводы все, не имеются юридической силы, то есть, опровергнули все. Именно по этой, вот именно благодаря апелляции меня и выпустили. У тебя, получается, сейчас есть 10 дней на апелляцию, и я, вот ты назвал, какое там, 21 число, да, или 22? 22 числа суд состоится. Да, и получается, за эти три дня они постараются сделать так, чтобы ты там не появился вообще. То есть, они, я предполагаю, что в течение трех дней скорее всего будет штурм, именно сотрудниками УВД с привлечением ОМОНа либо СОБРа, то есть, возможно, будут ломать двери и вот это вот маски-шоу все устраивать. Конечно. Для того, чтобы не смог ознакомиться с материалами дела и подать апелляционную жалпу. Все достаточно просто. И, возможно, даже в отношении твоих правозащитников, да, и адвокатов тоже будут репрессии, чтобы они не смогли подать. Я надеюсь, что этого не будет. Но, вообще-то, все возможно. Фу, это уже не зондеркоманда, это какая-то, я не знаю, это полнейший беспредел. Это, да, так я еще хотел сказать, вот те свидетели, которые в постановлении, их же никто не опрошел, суди. Что за свидетели? Ну, который Атикабанова, который в экспертизе, там, который свидетели обвинения, так называемые. Никто не опрошел. Даже потерпевший, который по фамилии Завьелов, который мы требовали, давайте мы, товарища Завьелова, спросим, а как он вообще так вот узнал, что именно Шуманин это дело, так сказать, опубликовал эту статью. Знаете, как там в постановлении? Шуманин в неопределенное следствием время, в неопределенном месте, не установленном следствием месте, не установленном строительстве способом, опубликовал на сайте такие-то статьи. Ребят, а вот что-нибудь поконкретнее нельзя, А еще вопрос. На каком основании они, вот я прочитал постановление, что в закрытом режиме провели заседание. Я первый раз такое слышу, чтобы мировой судья рассматривал в закрытом режиме. На каком основании там, чего они привели в качестве доводов? Да никакого основания. Я ходатайствовал о том, чтобы судебное следование было открытым. Я зовил, по-моему, 6 или 7 письменных ходатайств о том, чтобы судебное следование шло в открытом режиме. Все очень просто. Никто не хочет документировать свое преступление, и Кандауров тоже не захотел, чтобы видеокамеры документировали совершаемое им преступление. А в самом начале, я в постановлении не прочитал и не увидел строчку, что ведется аудиозапись и письменный протокол. Я даже предполагаю, что они вообще не велись. И, возможно, именно в этом причина, что они, во-первых, сделали закрытым, во-вторых, не знакомят с материалами дела. И ты, по сути, вынужден сейчас, как и я, я тоже дважды вслепую писал апелляцию. И у тебя получается сейчас апелляция будет вслепую. Без ознакомления с материалами дела, без аудиозаписи, без протокола. То есть, тебе ни один документ не предоставили. Но это полнейшее нарушение права на защиту. Получается, у нас есть только суд, который обвиняет и судит только на основании стороны обвинения. Сторону защиты, получается, вообще никто не выслушал. И никакие доводы защиты не приняли. Ну, в общем и целом, да. Это не суд. Вот то, что ты сейчас сказал, Антон, ты сам прекрасно понимаешь, что вот это сообщество людей недостойных, лживых и, прошу прощения, неумных, судом назвать нельзя. Поэтому я и говорю, что это чернопопонные нелюди, но это не правосудие. И к правосудию это не имеет никакого отношения. Вот и все. Хочу подвести итог о том, что в данный момент, вот сегодня вынесено постановление, до 29 числа есть 10 суток, чтобы его обжаловать, то есть оно еще не вступило в законную силу, но оно, вот вообще, законный РФ меня вообще поражает. Постановление не вступило в силу, может быть, обжаловано законно, но при этом его могут использовать для того, чтобы проникнуть к тебе домой, то есть вынести какое-то отдельное определение или даже без определения. Я думаю, даже определение не буду выносить. там написано, что до вступления в силу оно исполняется путем помещения меня в психоневрологический спонсор. То есть мне не дают даже возможности написать апелляционную жалобу. Ну да, по себе знаю, что оттуда очень сложно что-то написать. Там, во-первых, ни ручку, ни бумагу не дают, ни звонки, ни свидания, то есть там полная изоляция. Ни звонков, ни свиданий, ну вообще ничего невозможно сделать. Все ты правильно говоришь. И плюс к тому, к тебе, вот ко мне не применяли лечение, то есть меня не кололи, не пичкали, не привязывали, а к тебе запросто могут, вот как с Никитой Забазновым, как с Шаманом. Шаману вообще при задержании надели смирительную рубашку и наручники. Никита Забазнова наручники сразу надели и как привезли психушку, сразу раздели его и это на вязке, то есть привязали кровать и сделали укол сразу до суда, а через три дня только суд состоялся. Вот здесь вполне то же самое может быть. Да я думаю, этого не будет. Они меня сразу убьют. Я им живой не нужен. Ну нам нужен, понимаешь, нам, здравомыслящим, настоящим патриотам своей стороны, своей Родины и вообще Земли, планеты Земля, которые действуют по зову совести и по справедливости. Нам ты нужен, понимаешь? Я тебе открою большую тайну. Я себе тоже живой пригожусь. У меня другие планы. Так вот, живей и не сомневайся, что правда будет за нами. Не, ну сам факт того, что я до сих пор с тобой сижу разговариваю, а не где-то, значит, у меня последний только месяц дважды было покушением на убийство. Один раз меня пытались вколоть во время так называемого этого вакцинирования. Начали разбираться, звонил кое-то месяц-тро, выяснилось, что в том лечебном учреждении, где я, которому я причислен, вот, нет такой медсестры. Так кто ж мне собирался и какой укол делать? А второй раз меня пытались убить 9-го числа на площади Победы, якобы сопротивление сотрудникам полиции. Тоже ничего не получилось. Ну, я видел, тебе там и ногой на шею наступали, и похитить, по сути, пытались. Непонятно почему, какие-то лица в гражданке. Это было бы, если бы они затолкали меня в машину, то у меня по дороге где-нибудь либо укол какой-то сделали, либо просто-напросто убили бы, да и все. Еще много говорить. Им живо, я не можу, им такие люди, как мы с тобой, абсолютно для них они опасны, потому что мы являемся каждой в своем месте центром кристаллизации здоровых сил общества. То есть люди, которые в здравом уме, световую память, понимаете, в добром расположении духа и понимания вопросов, которые они решают, понимаете. Люди, которые добронравные, они опасны для этой темной силы, для этой неледины. А когда мы еще объединяемся, так кто ж нас победит? Ничего у них не получится. Бог, он один, он все видит. И не в силе Бога, а в правде. Я-то в это верю. Пришла информация о том, что собираются всех вычислять, кто был 9 мая, и всех привлекать в уголовные ответственности на всеми правдами и неправдами. Хорошо, друзья, полетел я, получается, 20 числа в 10 утра на Камчатку, был по своим личным вопросам в Санкт-Петербурге, через Москву летел обратно. Получается, в дороге был около, там, где-то часов 20, наверное, там, пока оттуда полетел, потом сюда. Значит, вышли из аэропорта, встретил мне Дмитрий Сарапулов, вот здесь рядом находится он, если что, и сели мы в машину, только выехали из аэропорта, повернули там направо, к обездной, нас тормозит ДПС. ДПС остановили нас из-за того, что якобы Дмитрий был не пристегнут, тут же нам перекрыли машину УАЗик с сотрудниками Центра ЭКО, как обычно, они у нас борются, так сказать, с экстремизмом, ну, почему-то не с экстремизмом, а с оппозиционерами постоянно борются. Выбежали туда четыре человека, подошли, открыли машину, сказали, что мы вас задержим. Майор Петухов представился, показал удостоверение личности, сказал, что будете сопротивляться, сразу был настроен, что я буду сопротивляться, наручники в руке. Ну, естественно, я не сопротивляюсь полиции. Я оставил документы, телефоны, естественно, в машине, потому что были случаи, когда мне забирали телефон уже два раза, были случаи, когда телефоны портили, поэтому я, естественно, оставил в машине и вышел с ними, проехал. Проехал на Красную Сопку, на Красной Сопке на меня составили три протокола. Один протокол за то, что якобы 9 мая не повиновался с сотрудником полиции, о чем я там сразу написал пояснение, что сопротивление не оказывал, что, во-первых, мне неизвестны люди заламывали руки и тащили неизвестное направление, то есть тоже никто не представлялся. Поэтому я сопротивление не оказывал, просто высободился из захвата и ушел вместе со всеми остальными людьми. Значит, что касается двух других протоколов, это якобы за организацию публичного мероприятия, то есть автопробега, который тоже я не организовал, потому что я не организатор и не участвовал даже в нем. И второй момент, это за нарушение режима этого самоизоляции, что призывал людей как бы нарушать ковид-режим. Но опять-таки же там в протоколе было написано, что знаком ли я с постановлением губернатора, если мне знаком. И когда делали запросы, чтобы с ним ознакомиться, губернатор отказался ознакомить нас с этим постановлением, то есть очевидно, что его нет в оригинале подписанного губернатора. Поэтому вот три протокола составили, я думал, что меня отпустят. Уже как бы обрадовался, но сотрудники Центрея меня отвезли, ничего не поясняя, на 11-й километр. Там забрали у меня все вещи и поместили в так называемый обезьянник. У нас реально место для одной обезьяны, полтора, ну полтора, грубо говоря, на полтора клетушка, да, клетка без окон, как говорится, без всего, темная клетушка и лавочка, ну полтора метра, соответственно, там деревянная лавка. Ну вот, кинули мне какой-то матрас, я на нем не стал спать, почему? Потому что там, когда я его там посмотрел, во-первых, матрас никак не приладишь на эту лавку, он слишком большой, сваливается там с него. Во-вторых, там были какие-то пинты в крови, то есть непонятно, кто там какой-нибудь человек там сифилитик там лежал, там больной, там часто бывают люди пьяные, их там прям кладут на матрасе поспать. Вот, поэтому, естественно, я не стал ничего там брать, кушать, я тоже не стал, потому что, ну не только из-за того, что там брезгую, а просто из-за того, что у меня как бы было возмущение всеми этими незаконными действиями полиции, я объявил голодовку, о чем записал в книге, где идет учет там приема пищи, что объявляю голодовку в связи с незаконностью, там задержания и всем остальным. Вот, ну и получается, вот полтора суток, или сколько получается, с 10 утра меня задержали, где-то 10.11, и вот до вечера сегодняшнего дня, сегодня получается у нас 21 число, 9 часов вечера, получается, полдевятого, 9. Вот, вот это время я не ел, ну в принципе нормально меня водили в туалет там, то есть просто объявил голодовку, думал, что кто-то придет с прокуратуры еще поинтересоваться, почему голодовку объявил, но с прокуратуры никто не приехал, пояснение не брал. Вот, ну если коротко, то вот так вот. А из-за чего вас выпустили, почему вас выпустили? Выпустили, я думаю, что сегодня, по идее, должен был быть суд, вот именно по неповиновению сотрудникам полиции. Я так понял, что, как обычно, центр по политическому экстремизму там сработал неправильно, они не пододелали в лучшую ошибку, почему? Потому что документы суда вернулись, им надо работать. И так как оснований меня отдержать, как бы больше нету, потому что неизвестно, когда суд примет дело к производству, может быть это будет завтра, может быть через сутки, может на следующей неделе. То есть сидеть там 48 часов, вот как бы этот промежуток, который дается органам дознания, там, да, на задержание, тоже смысл нету. Еще просто сидеть ради сидежки, как бы, да, поэтому, я так понимаю, что приняли уже сотрудники городского отдела полиции, там, полковник Татаров заезжал ко мне, Андрей Владимирович, там смотрелся, где он потом, когда увидел это белье с ватками в крови, с бинтами в крови, он потом приказал поменять, мне там белье дали более-менее чистое, как бы я там подушку все-таки себе взял, потому что, ну, все равно на подушке спать легче, чем на лавке, да, просто. Вот, и, соответственно, я так понимаю, что городской отделе полиции приняли решение меня отпустить, уже не держать их, бы полностью 48 часов, поэтому они меня выпустили, довезли, даже сотрудник полиции довез меня до Акимов Алексей Владимирович, такой подполковник, вот, мы с ними пообщались, я еще раз скажу на камеру, что я никогда, не знаете, он мне сказал на прощание, вы там не держите зла на всех полицейских, я говорю, да я никогда не держу зла на всех полицейских, я просто понимаю, что есть большая часть людей, ну, адекватных вполне, среди полиции, но есть часть, как я сам другому нельзя назвать, которым команду ФАЗ дают, они бегают и вот занимаются тем, что ловят оппозиционеров, вместо того, чтобы работать там с реальными преступлениями, вместо того, чтобы задерживать там людей, кстати, мы в начале апреля снимали репортаж о школьной одиннавт, там где женщине испарили машину, наверное, помните, там постоянно подростки тусуются, там люди жалуются, звонят каждый день, вы едете, доведите порядок, никого там нету никогда, вот, пожалуйста, 9 мая, я не знаю, полгородского отделения согнуло туда вместе с решителями, сейчас меня брать, уже там 4 сотрудника полиции, вместо того, чтобы заниматься реальными правонарушениями, реальными преступниками, вот это больше всего и разочаровывает именно благодаря таким сотрудникам Центра АЭ люди потом кричат фашисты, фашисты, именно благодаря им, потому что вы именно сотрудники, которых преобразовали из Центра по работе с реализованной преступностью когда-то, вместо того, чтобы бороться реально с экстремистами, с реализованной преступностью, бойтесь с оппозицией, но потом заслуживаете такие эпитеты, как фашисты, это вполне заслужено в настоящий момент, вот такие вот дела, если коротко. Редактор субтитров А.Семкин